Предполагается работа на одной скважине. Бурить ее будут между Туапсе и Новороссийском в 100 километрах от берега. И как пояснили представители Роснефти, проект уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Хочу отметить, что речь пока не идет о добыче нефти в регионе. Мы ведем геолого-разведочные работы. Есть здесь нефтяные месторождения или нет, мы пока определенно ответить не можем. Поэтому на этой стадии мы говорим лишь о тех исследованиях, которые мы проводили в течение многих лет. А это геофизические исследования, наблюдения за млекопитающими морскими, сопровождающими эти исследования, а также о проведении экологического мониторинга. В свою очередь общественники Сочи, которые присутствовали на встрече, попросили информировать население города о продвижении проекта и предложили провести еще ряд встреч с участием экспертов и ученых. Очень важно отметить сохранение биоразнообразия нашего уникального региона. Черное море может быть и не такое огромное количество их теофауны, как, допустим, в Средиземном, но она уникальна и неповторима. И вообще сам город Сочи, это, как мы все жители знаем, это уникальная природная территория, которая является не только нашим достоянием, но и всемирным достоянием. Часть ее находится под охраной ЮНЕСКО. Кстати, уже 6 сентября в сочинском отделении Русского географического общества пройдет конференция, на которой обсудят тему возможной добычи нефти в Черном море.